Главный документ российских автомобилистов подвергся существенной доработке. Что изменилось? Теперь водители всех транспортных средств в светлое время суток должны ездить с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Эти поправки были приняты с учетом опыта европейских стран, который подтвердил, что такая мера повышает безопасность на дорогах. Всем без исключения участникам дорожного движения в обязательном порядке придется пристегиваться ремнями безопасности. Ранее это правило не распространялось на инструкторов по вождению, а также на водителей и пассажиров оперативных служб. Поправки в ПДД исключили двойные толкования того, как именно водитель должен уступать дорогу пешеходу. В пункте 14.1 теперь четко прописано, что водитель транспортного средства, приближающегося к пешеходному переходу, обязан пропустить не только тех граждан, которые уже пересекают проезжую часть, но и тех, кто только на нее вступил. Также правительство устранило пробел в том, что следует считать препятствиями. К ним теперь нельзя относить автомобили, стоящие в пробке, и автобусы, которые остановились для высадки или посадки пассажиров. Новшества, вступившие в силу 20 ноября, коснулись не только изменений в правилах, но и ужесточения штрафных санкций. Так, штраф за нарушение требований знаков и разметки вырос в три раза и составляет 300 рублей. Выезд на трамвайные пути встречного направления может грозить лишением прав от 4 до 6 месяцев. Все эти и многие другие нововведения должны способствовать уменьшению аварийных ситуаций на дорогах и улучшению качества дорожного движения. Ирина Пивоварова, Вадим Полосмин, Александр Трегубов. НашГород.